Мы немножко не доехали, попали в небольшое ДТП. Армения начала нас радовать своим гостеприимством с самого начала. Мы ехали в комфортабельной машине, нас угостили хачапури водой и интернетом. Все было классно, но мы немножко не доехали, попали в небольшое ДТП. Видимо, какой-то пьяный водитель ехал и вот так вот немножко помял нашу машину. Короче говоря, оторвало бампер и посмотрим, что будет дальше. Ну а нам придется добираться до хостела на такси. Вот, и завтра уже будем смотреть, что такое Ереван. Мы сейчас попытались засунуть карту Варарат Банк в терминал. Попытались снять деньги, но он не выдает деньги. Сейчас мы засунули карту в другой терминал. Этот терминал заглотил мою карту и уже минуты две не отдает ее. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, он съест мою карту навсегда безвозвратно. Короче, терминал сожрал нашу карту банковскую. Тут оказались местные жители и они нам помогли найти главное здание банка, для того, чтобы мы потом завтра пришли туда и забрали свою карту. Мы сейчас... Они работают с ДВТ. Значит, после экскурсии пойдем. Привет! Собственно, подписывайтесь на канал. Я буду. В Армении. Я буду подписаться на канал. В Армении. Собственно. В Армении. 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 Открылись, вернее, еще не открылись магазины. Очень хочется кушать, а в 9 часов уже будет экскурсия. Так что сейчас идем в поисках магазина или какой-нибудь забегаловки. В принципе, тут все то же самое, как и в России. Ничего такого нету. Здание, дороги. Костел это вообще отдельная история. В Арм Костеле поселились. Это на Маштос 29. Достаточно грязно. Вода везде течет. Там кабинки для туалетов, они настолько теслые, что там колени даже не в дверь упираются, они выходят за дверь. То есть, а сесть там невозможно, потому что очень грязно. В душе то же самое. Грязно, вода течет. Вот. Не знаю, как часто там убирают, но первые впечатления не очень хорошие, честно говоря. Завтракать мы будем вот здесь. Baget & Co. Цены здесь вот такие. Вот такой вот багет обошелся в 220 рублей. В долларах это сколько? Примерно 3 доллара. 3,5 доллара. 3,5 доллара. Тут возле озера даже лежит снег. Смотрите, ребята, вот это снег. Это снег. И посмотрите, как я одену, ребята. Да, сейчас будем забирать, короче. Сейчас будет мастер-класс по изготовлению армянских сладостей. Дальше у нас будет обед. Это будет происходить вот в таком вот месте. Тут все очень аутентично. И очень просто. Здесь вот готовят армянский лаваш. Столы. О, лаваши вот. Давайте, берите. Мне дали лаваш, я сейчас его буду кушать. А вот здесь готовят лаваши. И пол-литра мацуна. Армянского традиционного мацуна. Обязательно готовить с любовью. Ну, мы так же делаем с руками. Вот главный ингредиент это любовь. Ториционная начинка готы, хори, изготовится без излишних добавок. Но иногда есть регионы, где готовят, добавляют грецкие орехи, сухофрукты, мед. У нас есть специальная вот такая подставка для того, чтобы готы спустить в тандыр. Друзья, это Месрок Маштос, создатель армянского алфавита. Приехали мы в крепость, в храм, вернее, которая называется Самасаванг. И тут проходит вот такая свадьба. Ну, это достаточно дешевая еще свадьба, низкобюджетная. Тут всего 4 гелика. Мы находимся возле инакобанка, терминал которого съел вчера мою карту и не вернул ее. Но, к сожалению, банк работает только до 5 вечера. И сегодня карту я тоже не верну, потому что только что вернулся с экскурсии и не получится. Поэтому, если вы потеряли карту, то прям с утра бегите за ней, когда банк только-только открылся. Субтитры сделал DimaTorzok Это джазвы классик меню, называется Royal. Это салат из кино и авокадо. Это ла-маджо, национальное блюдо. Что здесь за напиток? Айран, мацони, короче, кисломолочный продукт, который нужно пить и вот этим закусывать. Что делать с лимоном, я пока не понял, но сейчас пойму. А, это суп из говядины и чечевицы. Друзья, в общем, в чеке у нас еще было записано 10% за сервисное обслуживание, хотя в меню этого не было. Вот нам официант объяснил, что это нормально для Еревана, то есть для любого ресторана 10% уже как бы автоматически для людей. Поэтому, когда вы будете здесь кушать, обязательно уточняйте у управляющего, администраторов или официантов, включается ли это обслуживание или его нет вообще. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот, посмотрите. И это видео регистратор.